всем привет рада видеть вас на своем канале сегодня у меня в обзоре посылка с новиночками от торговой марки массура мне пришли новенькие гель-лаки у них вышла новая коллекция это гель лаки со светоотражающим свойством но оттенки все яркие все такие вот сочные праздничные с мелким мелким блестком который очень красиво мерцает при обычно в дневном свете ну и конечно же имеет светоотражающие свойства ну и плюс ко всему имеет светоотражающие свойства при нанесении в один слой эти гель-лаки в полупрозрачной основе я бы даже сказала что в витражной основе вот у меня сложилось такое ощущение что эти блесточки лежат в витражных цветных гель-лаках могу ошибаться могу нет но при нанесении в один слой покрытие не плотное просвечивающийся а вот при нанесении в два слоя уже гель-лаки ложатся довольно таки плотно номер 53 это серебро также с вот этим вот светоотражающим свойством вот все гель-лаки вместе оттенки яркие праздничные ну и 53 это серебро я думаю вот если остальные оттенки например кому-то нравится голубые кому-то фиолетовые то есть выбор зависит от вкуса клиента то серебро мне кажется подойдет абсолютно под все покрытия под все цвета и под все вкусы то есть номер 53 мне кажется должен быть обязательно в арсенале у любого мастера ну и вот такие новиночки у меня появились очень классно я думаю в предновогодние и новогодние праздники будут актуальны такие вот яркие блестяшки масура нас постоянно радует яркими красивыми новиночками ну а я в свою очередь ссылку на интернет-магазин оставлю для вас в описании под видео обязательно проходите ну и перехожу к работе расскажу предысторию мне по авито написала девушка что хочет попасть ко мне на маникюр и прислала фото ногтей видно что ногтевая пластина деформирована есть углубление есть бугорочки то есть видно что какой-то идет дефект ногтевой пластины я конечно же такими ногтями заинтересовалась хотя ничего необычного здесь в работе нет то есть я бы просто вот эти вот все ямки укрепила сделала ровным поверхность но все равно для разнообразия видео контента меня эти ногти заинтересовали и я пригласила клиентку к себе но я заболела естественно я клиентку принять не смогла когда я выздоровела я и написала что уже могу ее принимать но она сказала что уже сделала покрытие у другого мастера я попросила прислать фотографию этих ногтей потому что понимала что с такими ногтями не каждый мастер сможет работать и она мне прислала фотографию в ответ и вот такое вот покрытие и сделали вы сами видите результат я поняла что даже несмотря на то что ее ногти покрыты материалом покрытие вот такой вот все равно будет интересно для видео поэтому я ее все равно пригласила к себе на процедуру но она прийти не смогла в момент когда сделали покрытие так как заболела она но и пришла она ко мне спустя три недели вот такой отросший покрытие мы видим все ничего но конечно же толщина этих ногтей приводит в такой некий ногтевой шок клиентка говорит что даже со стола какие-то мелкие предметы она абсолютно не могла взять потому что ногти толстые и никак нельзя было подцепить например монетки или какие-то мелкие вещи там карточку или еще что-нибудь то есть клетки было с этим покрытием некомфортно и неудобно сказать что меня что-то смущает в работе нет не скажу я не знаю этого мастера я не знаю его опыта я знаю что клиентка опять-таки ходила по объявлению на авито да я знаю что есть клиенты которые на авито ищут мастеров которые по минимальным ценам делают покрытие но я думаю такие клиенты должны и понимать какие ногти им за эту цену сделают однако эта клиентка сказала что она хотела делать покрытие она ни разу его не делала вот это вот что вы видите на руках это первое покрытие в ее жизни и она сказала что искала себе мастера она поспрашивала среди знакомых там сказали что их мастеров забита запись новых клиентов они не берут то есть они работают со своей клиентской базы и ничего другого ей не оставалось как искать мастера на авито как бы там ни было это не мое дело абсолютно что она где искала по какой причине пошла к мастеру именно на авито это не мое дело не хочу туда лезть я работаю с по факту то есть клиентка уже сидит у меня и мне нужно работать с тем покрытием которое она ко мне принесла прежде всего мне нужно снять старый материал я его убираю истончаю до тонкой подложки материал тоненьким слоем материал вставляют так как он относился без отслоек не вижу смысла допиливаться до натурального ногтя здесь было наращивание так как первоначально мы видели на фотографии что ногтевая пластина совсем коротенькая мастер сделал небольшое до наращивания чтобы визуально немножко удлинить ногти чтобы они не смотрели с такими вот демсиками это хорошо видно что было наращивание так как свободный край розовый он и снизу розовый и сверху розовый то есть розовым либо полигелем либо гелем было выполнено наращивание после того как я сняла старое покрытие обязательно фрезой я выпилилась внутренней стороны ступеньку натуральный ноготочек от роз его уже видно до него можно дотянуться фрезой и я фрезой выпиливаю ступеньку от натурального ногтя к покрытию ну и тем самым истончаю свободный край пилочкой придаю форму прохожу по поверхности убираю глянец от рожей части ногтевой пластины да и в общем выравниваю поверхность и далее выполняю маникюр отодвигаю кутикулу пушером открываю подкутикульный карман это очень легко делать пушером он за пару движений отлично открывает подкутикульный карман и теперь фрезой прочищаю работаю как обычно на форварде с левой стороны на реверсе с правой стороны и счищать кутикулу буду фрезой шар маникюра 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 Вот такие ноготочки мы получили и, к моему удивлению, у клиентки практически плоские ногти. Вид с торца, с изгиба практически нет. Напомню, с какими торцами клиентка ко мне пришла и вот такие тоненькие торцы мы получили. То есть, смотрите, даже натуральной арки у клиентки нет, ноготочки плоские. Также есть отслойка на ногти указательного пальца правой руки, но это ничего страшного, отслойку легко убрать. Истончаем материал, отслойка становится видна, прохожу носиком фрезы по границе отслойки и она отлетает. На подготовленные ногти я наношу праймер, у меня праймер от массура. Далее наношу грунтовочный слой каучуковой базы, также от массура. Наношу тонким втирающим слоем сразу на все ногти. На некоторых ногтях от точек в роста есть вот такие вот зазубренные ступеньки, да и не хватает длины. Например, на ногти среднего пальца по сравнению с безымянным не хватает длины. Я сначала хотела донарастить с помощью полигеля прозрачного от массура и верхних форм. Но ногти настолько плоские, что верхние формы просто на них не становятся, они оттопыриваются. Не знаю, я с таким сталкиваюсь впервые, я этими верхними формами часто работаю, вы часто видите их в видео, но на этих руках действительно я не смогла их поставить, они просто отходят от ногтевой пластины. Я решила, что длину мне нужно достроить небольшую, перекрыть вот эти вот зазоринки от точек в роста легко полигелем. В общем, этим же полигелем я работаю дальше. Закрываю зазоринки от точек в роста и достраиваю небольшую длину. Полигель от массура достаточно плотный, легко справляется с поставленной задачей. Далее пилочкой нужно придать форму, сравнять ноготь по длине с остальными. Ну, как сравнять по длине? Все мы знаем, что у каждого ноготка своя должна быть длина. Например, ногти безымянного и указательного пальцев визуально должны быть одной длины. Ноготь среднего пальца должен быть немножечко длиннее, буквально на миллиметр. Чем ногти на указательном и безымянном пальцах, ноготь мизинца должен быть немножко короче. По этому принципу и делаю опил. Когда опил готов, этой же базой делаю укрепление. Это хорошая каучуковая база. Я не работала и на проблемных ногтях. Она отлично носится. Поэтому уверенно беру эту базу для укрепляющего слоя. Делаю обычное укрепление. А на ногтях, где будет дизайн, делаю укрепление камуфлирующей базы от Масура в оттенке B03. Красивая база с розовым оттенком. Она достаточно плотная, дает такое вот красивое розовое покрытие. И теперь наконец-то приходим к цветному покрытию. Взяла новый гель-лак свой под номером 040. На ногти указательного пальца наношу этот гель-лак на половину ногтя. Но по центру не прямая линия, а такая вот извилистая, типа инь-янь. На ногти мизинца наношу этот гель-лак полностью на всю поверхность. Вот так красиво гель-лак светится при вспышке камеры. Наношу второй слой и на втором слой выравниваю цвет кутикулы. Основной цвет выбрала от Масура под номером 095. Наношу на указательном пальце на вторую половину ногтя. И этот цвет полностью наношу на ногти средних пальцев. На втором слое прокрашиваю хорошенько, чтобы нигде не было проплешин, чтобы цвет лежал плотненьким ровным слоем. И также выравниваю цвет кутикулы. Основной цвет подмешиваю в капельку белого и этим высветленным оттенком рисую лепестки цветка. Чистым основным цветом расставляю тени, ставлю цвет у основания цветка и на краях лепестков. И делаю растяжку в центр. Где-то цвет лежит более плотно, где-то менее плотно. В общем, такая вот получается легкая текстура, которая напоминает цветочек. Далее нужна черная гель паутинка от Масура. Я взяла тоненькую кисточку. На тоненькую кисточку набрала материал и делаю прорисовку контуров лепестков. Материала на кисточке немножко. Не получится вот это вот стандартное поставить точку и вытягивать линию. Так как материала мало, линий не тянутся. А я как бы провожу кистью по поверхности, как будто прорисовываю. Но я кистью еле-еле дотягиваюсь до ногтя. И получается, что остаются очень тоненькие, красивые, легкие, воздушные линии. На ногти указательного пальца по центру также гель-краска сделала разграничение между цветами. И теперь осталось перекрыть все ногти топом. Я использую топ без липкого слоя от Масура. Ну и напомню, какие ручки ко мне пришли, вернее, ручки с каким покрытием ко мне пришли. Если честно, я не понимаю, было же наращивание. Почему не сделать немножко длиннее, чтобы визуально ногти смотрелись симпатичнее. Также я знаю, что есть, пишут в комментарии, что вы сравниваете отросшее покрытие с только что сделанным. Вот, пожалуйста, вы можете лицезреть только что сделанное покрытие. А вот такие ноготочки мы получили. Ручки преобразились, смотрятся совершенно по-другому. Клиентка очень довольна. Также у меня спрашивали, вот клиенты, которые приходят ко мне в качестве модели, потом возвращаются в качестве клиентов на платной основе. Не все, но пишут где-то, может быть, половина, что хотят вернуться на платной основе, но, к сожалению, из-за плотного своего графика я не могу их принять. Я принимаю, если мне интересна работа. То есть, где я хочу показать, как отросло покрытие, или где мне интересно работать с ногтями, тех клиентов я могу вписать в свой график. Но в основном я отказываю, потому что мне своих клиентов некогда принимать. Вы увидите по моим видео, что мои клиенты полтора, то и два месяца ходят с покрытием, не могут ко мне попасть. Напоминаю, ссылка на интернет, магазин Масура будет в описании под видео. Обязательно проходите. Невероятное количество цветных гель-лаков, базы, гели, полигели. Все хорошего качества и все отлично носится. Ну, а если вам было со мной интересно, жду от вас лайк, цветочек в комментарии, если понравилось видео. На сегодня у меня все. Всего доброго, хорошего дня!